Приветствую вас, как я вижу в вашем тексте есть три основных момента. Первый момент это то, что вы начали ныть, хотя у вас в принципе все было хорошо. Тут нужно понять почему вы начали ныть. Второй момент это то, что вы начали орать, желая поставить себя главным. То есть по сути вы очевидно стремитесь к контролю над своей девушкой. По сути речь идет о том, что вы пытаетесь человека как-то подавить, видимо. Для того, чтобы себя настоятельно чувствовать в безопасности, ну это конечно не точно, но как мне видится вполне себе вариант. То есть у вашего такого поведения есть причина. И соответственно с ними, да, с этими причинами нужно, ну в первую очередь разбираться. Да? Вот. То, что вы, к примеру, не уверены в себе, вот, почему-то. То, что вы, возможно, боитесь, значит, чего-то. И соответственно, ну это нужно исследовать, да, потому что на ровном месте таких вещей, как правило, не возникает. Следующий момент, который я бы хотел выделить, это момент, связанный с тем, что вы, вот, такое впечатление, что, ну манипулируете. Как будто бы манипулируете девушкой, вот, манипулируете тем, как она к вам относится. И, значит, как бы, выводите её на эмоции. Вот. Так вот, вот, так, вот, мне видится эммммм, эммм, эммммм, эта ситуация. То есть вы изо всех сил пытаетесь привлечь внимание, ну, человек, вот, изо всех прям сил пытаетесь это сделать, вот. Хотя у вас, ну, не сказать, чтобы все получается, вот, потому что эффект, как бы он, если есть, то он какой-то вот недолговечный. К сожалению. Вот это вот ваша такая болезненная потребность во внимании девушки, да, и, возможно, склонность к манипуляции. Вот. Пускай это склонность, ну, несознательная, скорее всего. Является, ну, наверное, третий и, в общем, в общем, самой, наверное, главной причиной. Вот. То есть я надеюсь, что вы для себя на эти моменты обратите внимание. в первую очередь, в первую очередь, да, вот, потому что это важно. И дальше, соответственно, уже можно будет работать с вами, дальше уже, соответственно, можно будет вырабатывать стратегию и так далее. Вот. Ну, вот, в принципе, в принципе, я думаю, что так, так, может, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Конечно, безусловно, это не всё, да, то есть, как бы, ну, понятно, что, а, значит, есть ещё какие-то другие аспекты проблемы, безусловно. На бокал, что мне видятся вот эти три момента. Вот. А немного второстепенными факторами, на мой взгляд, на мой взгляд, второстепенными. Выступает то, что вы с её мамой общаетесь, то есть, как бы, привлекаетесь от этих лиц к отношениям, что является совершенно неприемлемым, ну, для этих самых отношений. Потому что, получается так, что уже не вы выстраиваете отношения, не вы участвуете в отношениях, а другие люди. И здесь вам тоже нужно определиться с этой целью, то есть, ну, для чего вы это делаете, к чему вы привлекаете от этих лиц к проблеме, почему вы сами не решаете свои проблемы. Вот. Ну, которые возникают, например, с той же девочкой. Мне кажется, что это очень важные истории для вас. Ну, потому что напрямую, напрямую влияют, как бы, на то, что вы делаете. Тут вас явно недостаток идёт каких-то личных границ, судя по, опять же, тому, что я вижу, судя по тому, что мне представляется. Вот. Вы пишите, я не знаю, что мне делать, поэтому жалею, что так не обращался, мне необходима ваша помощь. А вы пишите, я не знаю, что мне делать, чтобы что. Я очень жалею, что так не обращался. Ну, то есть, по сути, вы себя вините, вы себя обвиняете, потому что происходит. Вот. Эта позиция далеко не качественная. Соответственно, она не поможет вам проблемы решить. Наоборот, она будет усугублять только. Вот. Эм. Ну. Ваше отношение. С эм. Девочкой. Потому что, если, например, вы. нуждаете, нуждаете, к примеру, если вы нуждаете в том, чтобы себя обвинять. Если вы в этом нуждаетесь, в том, чтобы себя обвинять. А вот. Что вы это будете делать, как бы, ну, снова и снова. То есть, снова и снова и будете себя обвинять. И получается, что, как бы, девушка, она здесь выступает, ну, как бы, крайне. Вот. Вот. А мне кажется, кажется, что это, ну, несправедливо. То есть, вам надо разобраться, а, значит, для чего вы это делаете? Почему, почему вы жалеете о том, что делаете? Вот. Соответственно, что лежит в основе вашего плаха, что ответственно, что ответственно. И уже после этого оступаться в какие-то, ну, какую-то связь с девушкой. Вот. Вот. А, вот, в принципе, в принципе, ну, так мне видится эта история. Так мне видится, там, ваша ситуация и ее помощь. Наши психологов, ну, в первую очередь, в первую очередь видят у меня именно в том, чтобы, чтобы, помочь вам проработать эти 3-4 момента. Сделав это, вы получите куда больше шансов на то, чтобы выпрямить свои отношения с девушкой. Вот. Я не считаю, что она не хочет быть с вами. Я не считаю, что она не подождится. На мой взгляд, она как раз таки, наоборот, готова вас простить. По моему мнению, она готова это сделать. Вот. Ну, ей, конечно, не нравится, чтобы на нее грузить. Ну, и никому, что никому не понравится. Я полагаю, что это вы понимаете. В этом году отдает себе отсчет. Вот. Никому не понравилось, да. Это, как бы, на него, ну, скричали бы. Вот. Так что, что это, опять же, скорее ваши страхи. Вот. Ага, значит, вы без часов. Ну, короче, вы порали на нее раз в пять. Ну, давайте проанализируем это в пять раз. Вот. Что произошло. Что вы чувствовали. Что вы хотели. Что вам было нужно. Давайте проанализируем. Давайте подумаем. Давайте поисклируем. Все, всю эту историю нашу. Разберемся с ней. Рассмотрим ее. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я уважаю вам подcrarchен Innovation, competit though.